СОТРУДНИКИ ГИБДД САМАРА Проблематика, в общем-то, достаточно актуальная, потому что очень много частных перевозчиков занимаются деятельностью такси, не оформляя лицензию, не оформляя разрешение, не становясь на учет в налоговом органе, соответственно, не перечисляются никакие налоги. Ну и в первую очередь, конечно, предоставляются услуги, которые не обеспечивают безопасность пассажиров, потому что транспортные средства не проверяются перед выходом на линию, водитель не проходит предрейсовый осмотр. Ну, конечно, работа по борьбе с таким такси ведется. Только за первый час проведения рейда было остановлено более 40 транспортных средств, выявлено более 10 нарушений, составлено 4 административных материала. Если вдруг попадается водитель без разрешения на осуществление данного вида деятельности, значит, данный водитель доставляется в районный отдел пункта полиции для составления административного протокола за осуществление предпринимательской деятельности без разрешения. Этот водитель вышел на линию без путевого листа, когда его остановили сотрудники ДПС. Вспомнил, что... Забыл при выезде из парка забрать лист на столе. Ну, как же так забыли, если это ваша работа, Борис? Ну, получилось так. А эти граждане из Узбекистана не имели даже права работать в такси. Водительские удостоверения у них – Республики Узбекистан. А по закону на территории Российской Федерации для официального трудоустройства в такси требуются права российского образца. Теперь этим горе водителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Ну, просто я понимаю, что нельзя работать с нашими правами. А где работать-то нам так? Это тоже распространенное нарушение, говорят сотрудники ДПС. Управление транспортным средством и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Более того, водитель самостоятельно нанес цветографическую схему такси на свой личный автомобиль и работал без лицензии. Зачем? Ответ простой. Клиентов говорить так больше. За данным нарушением будет составляться протокол по статье 12.3, часть 2, прим. 1. То есть нанесена цифрографическая окраска без разрешения. И приравнивается штрафу в размере 5 тысяч рублей. Такие проверки по выявлению незаконных перевозчиков сотрудники ГИБДД по городу Самара проводят ежедневно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова